Привет, это БАЗа, я Никита Магутин. В России начались продажи инновационного лекарства от коронавируса. Как обещают разработчики, это лекарство поможет быстро справиться с болезнью и избежать тяжелых проблем со здоровьем. Однако, на самом деле, у лекарства есть множество побочных эффектов, есть тяжелейшие осложнения в будущем для здоровья, возможно, и стоит оно больше 12 тысяч рублей за упаковку. Итак, волшебное лекарство Ариплевир поступило в российские аптеки. Пациентов им лечили и раньше, но лишь в больницах под наблюдением врачей. Теперь же Минздрав разрешил применять его амбулаторно, то есть на дому. Продают Ариплевир только по рецепту от врача и за сущие копейки 12 тысяч 340 рублей за 40 таблеток. Минимальный размер оплаты труда, к слову, чуть-чуть меньше, всего 12 тысяч 130 рублей. Производитель нашего чудесного лекарства компания Пармамет. Продажи препарата начались 21 сентября и в тот же день начался большой скандал. Руководство компании даже было вынуждено оправдываться. По телевизору и в соцсетях началась масштабная кампания. Интервью с председателем совета директоров Пармамеда Петром Белым не показал только самый, наверное, ленивый телеканал. Так вот, я вам могу сказать точно, что Ариплевир – это в мире самый дешевый из препаратов, который спасает жизнь. Теперь, когда у нас есть это лекарство, люди перестают умирать. На самом деле, можно сказать точно, одним из побочных эффектов у создателей Ариплевира просто обязан был стать сильно выросший нос. Ну, прям очень-очень длинный носяра. Давайте все-таки разбираться, что такое Ариплевир и чем он опасен. И что вообще от нас скрывает руководство компании Пармамед. Итак, лекарство Ариплевир, созданное российским Пармамедом, было разработано на основе японского препарата Фарипировир. Очень сложное слово, долго его заучивал. Но, проще говоря, японцы разработали активное вещество, которое после этого зарегистрировали и дали исследовать фармакологам по всему миру. Нашим компаниям это вещество страшно понравилось. Мы его зарегистрировали у себя по другим брендам, тот самый Ариплевир, после чего стали продавать. Вот, собственно, и вся чудесная и невероятная история разработки российского спасения от коронавируса. На самом деле, это очень частый историк. Это так называемые дженерики, их полным-полно на нашем рынке. Они достаточно популярны у людей, потому что гораздо дешевле оригинала. Активного вещества в них, возможно, меньше, они менее эффективны. Но, на самом деле, самое главное, они доступны простым людям. Однако, в случае с нашим препаратом на букву А ситуация гораздо сложнее. Оказывается, препарат на букву Ф в Японии тупо не продается. Почему? Потому что он оказался для японцев слишком ядовитым. Как говорится, что для японца смерть, то для русского лечение от коронавируса. Итак, какие же побочные эффекты есть у японского фавипировира? Ну вот, например, мутации плода у беременных, выкидыш, бесплодие у мужчин. Цитата с форума профессиональной соцсети для исследователей. Фавипировир является мутагенным препаратом. Он может вызывать врожденные дефекты у плода и негативно влияет на мужскую фертильность. А вот смотрим другой ресурс. Это японское исследование. Фавипировир противопоказан к применению беременным женщинам, поскольку оказывает тератогенное и эмбриотоксическое действие на животных. Это значит, что опыты на животных показали, что употребление этого лекарства во время беременности может нанести вред плоду. Эксперименты на животных показали замедленное развитие эмбриона и его смерть в первом триместре. На люди такие эксперименты проводить, само собой, нельзя. Это вещество, на самом деле, настолько ядовито, что людям даже рекомендуют принимать контрацептивы во время, собственно, приема фавипировира, чтобы, не дай бог, случайно не забеременеть. Согласно существующим исследованиям, фавипировира очень серьезно влияет еще на печень и почки. Но главное, на самом деле, вообще не это. Японцы не просто так не стали заниматься своим веществом на букву F. Проведенные ими исследования показали, что это лекарство малоэффективно при лечении коронавируса. Да, эффект, конечно, есть, но он слабовыраженный, а самое главное, те самые побочные эффекты слишком велики по сравнению с эффектом. В общем, после этого фавипировир стали исследовать фармкомпании по всему миру. Китайцам оно, как и нам, русским, очень понравилось, но они, точно так же, как японцы, признали его очень токсичным. В свою очередь, американцы продолжают его еще исследовать, и в свободной продаже его нет. Германия, Англия, Италия, там продолжаются исследования. Сегодня этот препарат дают пациентам в больницах, но под строжайшим наблюдением врачей. А теперь барабанная дробь – Россия. Никаких открытых данных о результатах исследований нету, однако препарат уже находится в открытой продаже, зарегистрирован, и можно спокойно лечиться на дому. У нас, насколько я понимаю, на настоящее время только единственный препарат с доказанной эффективностью, ну, более-менее, да, вот, за то время, которое у нас было, да, сначала распространение по миру – это ремдосевир, по-моему, вот так он называется. Вот, но он у нас не используется, мы его не видели. А теперь пора поговорить о деньгах. 12 тысяч – 340 рублей за 40 таблеток. Производитель утверждает, что это самый дешевый в мире препарат, спасающий жизни. Верить на слово моему теперь, конечно, совершенно не собираемся, поэтому давайте посмотрим, ну, например, на Индию, где этот препарат также находится в свободной продаже. Так, 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 он у нас здесь называется Фаби-Флю. Впрочем, будем честны, глава Пармамеда достаточно доступно объяснил, почему его препарат стоит так дорого. Он стоит столько, сколько он стоит. Пожалуй, это единственное, с чем не поспоришь. Продолжение следует...